Коцебу и не снилось. Несколько дней назад на знаменитом мосту, который уже около года находится на ремонте, в совершенно новом покрытии образовался провал на пешеходной части. Сейчас огромную яму кое-как засыпали, так что прохожим приходится обходить это место чуть ли не по проезжей части. Когда закончатся мучения памятника архитектуры, пытались выяснить наши корреспонденты. Мост Коцебу признали аварийным еще в 2011 году, но костлявая рука реконструкции дотянулась до него в марте 2015. И лишь спустя полтора года начались основные работы. Автомобильное движение по мосту закрыли и возобновили только в декабре прошлого года. Но за такой короткий срок эксплуатации на пешеходной части уже успел образоваться внушительный провал. Мы пошли, в общем-то, навстречу нашим уважаемым автолюбителям, открыли до конца реконструкции данный мост. То есть там работы не завершены. В отношении там этих 20 сантиметров, как вы говорите, провала, я думаю, что это, скорее всего, опять же, вопрос издержки того, что мы немножко поторопились спуском туда автотранспорта. Местные жители говорят, что горестроители явно не имеют профессиональных навыков для того, чтобы заниматься реставрацией памятника архитектуры. И образовавшийся провал тому лишнее подтверждение. Вот невооруженным глазом видно, что здесь ничего не армировано, здесь просто засыпано песком. Вон доска, на которую просто был насыпан грунт, сделана стяжка и сверху положенный асфальт. Как оно может держаться? Под низом течет трубы отопления, то есть горячие вымывают наши тепловые сети. Естественно, никто не поменял ни задвижки, ни поменял никакие эти, им легче закрутить задвижку, чтобы не шло отопление в дом, чем поменять это. Вы можете увидеть там воздушку, но, как говорится, панорамный вид. Решаем проведать памятник архитектуры. Под сводами моста Коцебу туда-сюда праздно шатаются рабочие. Понять можно, солнце пригрело, то сигаретку потянуть, то в уборную сходить, не до работы. Завидев нашу камеру, мужчины включили перфоратор, создавая иллюзию бурной деятельности. А вы знаете, где вы ремонт работаете? В лесу, в лесу, в лесу. О том, на каком объекте выпала честь трудиться, мужчины понятия не имеют. Только знают, что это мост. А какой и чем знаменит, им неизвестно. Один из смельчаков предположил, что конструкция носит фамилию известного писателя. Рабочие говорят, об уникальности объекта ничего не слышали. Наняли, работают. Все так же, как и на любой другой стройке. Семен, шпатлевка, песок. Какая тут обещанная аутентичность? Не знаю. Мы просто рабочие. Ничего не знаем. А вообще? Нам сказали делать, мы делаем. А вот ступеньки, ведущие с Бунина на Деволановский, напомнили нам до боли знакомые пролеты, реставрируемые сейчас по Томкинской лестнице. Ступеньки – это явно не те, которые были раньше здесь. Ну, откуда мы знаем? Те же самые ступеньки. Те же самые? Да, ну что, их другие ставили. По словам мужчин, свой фронт работ закончат через 2-3 месяца. Хотя мэрия уверяла, что в апреле этого года все будет готово. Тем временем вдоль моста продолжают красоваться красно-желтые ограждения. К слову, в Горсовете вернуть аутентичный кованый забор обещали в марте. Завершающим этапом капитального ремонта путепровода станет его благоустройство. В Горсовете грезит, а зеленить прилегающие к мосту склоны. Контраст с Доволановским спуском будет впечатляющий. В итоге, вместо памятника инженерного искусства, Одессиды, скорее всего, получат обычный железобетонный путепровод за 2 миллиона долларов. Да и когда это произойдет, неизвестно. Елена Крылатова, Игорь Казанжи. Итоги недели. Седьмой канал.